Добрый день! Остается несколько часов. Сегодня вечером в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне пройдет Татьянын бал. У нас, эмигрантов с постсоветского пространства, сегодня вечером будет прекрасная возможность встретиться, пообщаться с соотечественниками и провести прекрасный вечер в здании посольства Российской Федерации. В прошлом году этот бал прошел великолепно, и многие гости говорили о нем очень-очень долго во всех штатах Америки. Мы предлагаем вам провести этот прекрасный вечер вместе с нами. Бал в России был не только местом для увеселения и танцев. Здесь вершились судьбы, завязывались важные знакомства, создавались семьи, велись деловые и политические разговоры. Промах в танцах на балу мог стоить карьеры. Обучение танцам начиналось с пяти-шести лет и напоминало тренировку спортсмена. Танцы придавали манерам дворянина величавость, грацию, изящество. Это было, как говорят, в крови и воспитывалось с детства. Танцевальная культура России в девятнадцатом веке стояла на большой высоте. Русская школа классического танца с каждым десятилетием, с каждым новым творческим этапом заявляла о себе как о сильной художественно-педагогической системе. Петербург и Москва постепенно становятся самыми значительными хореографическими центрами Европы. Расскажите, пожалуйста, это ваше первое присутствие на таком мероприятии или вы были уже? Чем вы занимаетесь? Что вас сегодня больше всего порадовало? Большое спасибо. Я живу в Вашингтоне уже четвертый год и к своему стыду это первый раз, когда я присутствую на этом прекрасном балу. Я слышала очень много от своих знакомых и коллег, что это такое уникальное событие в Вашингтоне, особенно для тех, кто скучает по своей стране. А я, безусловно, отношусь к этим людям. Наверное, только здесь вот можно почувствовать в полной мере дух той России, которую, может быть, уже даже и в России невозможно почувствовать. И я мечтаю о том, чтобы когда-то моя маленькая дочка вошла в этот зал в роли дебютантки. Я почувствовала сегодня, что это действительно то, чего бы я хотела. Наверное, должно пройти несколько лет до этого события, но это было бы замечательно, чтобы в этой стране дети, которые имеют русские корни, могли вот соприкоснуться с русской культурой, встретиться на вот таких прекрасных вечерах. И действительно, это незабываемое событие. Да, это прекрасная традиция, и я надеюсь, что она сохранится на долгие годы, ну, как минимум, до того момента, когда моя дочка подрастет. Слово «бал» пришло в русский язык из немецкого и в переводе означает «мяч». В старину в Германии существовал такой обычай. На Пасху сельские девушки с песнями обходили дома своих подруг, которые за минувший год вышли замуж. Каждый из них дарили по мячику, набитому шерстью или пухом. В ответ молодая женщина обязывалась устроить для всей молодежи деревни угощения и танцы, наняв за свой счет музыкантов. И я думаю, что это замечательный концепт, что мы получаем это делать. И это в церкви русско-культурное событие, правда? Так что, действительно, это очень весело. Я люблю встречать новых людей, и мы всегда будем в хорошем время. Я люблю приезжать в бассейн, это прекрасный место. Так, да. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Славяна Кожихова. Славяна, скажите, пожалуйста, вы первый раз присутствуете на этом мероприятии? Да, я первый раз присутствую на Татьянином балу здесь, но я уже неоднократно была в посольстве до этого. Скажите, какие у вас впечатления от сегодняшнего вечера? Что вам особенно понравилось? Это было просто грандиозно с самого начала и до конца. Во-первых, был шикарный стол, он был очень красивый, шикарно накрыт. Затем я посмотрела бал дебютантов, и все девушки были такие милые, так красиво танцевали, что это было очень красиво смотреть. Вот и окончен бал. Погасли свечи, и на полу остатки конфетти. Унес с собой полжизни этот вечер, оставив лишь короткое «Прости». Устала, собирая шлейфом блестки, последний раз по залу я пройдусь. Все получилось мимолетно, просто, и я сюда еще вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok